Привет дорогой зритель, добро пожаловать на канал Китай в помощь. Я не теряю надежды порадовать владельцев смартфонов от концерна BBK с ссылкой на хороший повербанк, поддерживающий быструю зарядку их гаджетов, а поэтому заказал еще один потенциально годный экземпляр. Итак, повербанк распакован, но перед тем как начать его изучать, коротко напомню. На рынке практически отсутствуют повербанки и зарядники, поддерживающие быструю зарядку смартфонов от концерна BBK, выпускаемых под брендами OnePlus, Realme, Oppo и Vivo. С чем это связано, непонятно, ведь ничего особенного в этих стандартах нет. Очень упрощенно, это просто зарядка повышенным током. Если что, подробнее об этой проблеме я рассказал в обзоре вот этого повербанка Awesome Tech, ссылка на него будет в описании. Этот повербанк хоть и поддерживает протоколы Vogue, Dash и Warp Charge, но имеет на мой взгляд слишком высокие пульсации напряжения при работе с этими протоколами. В общем, я покопался на Алиэкспресс и нашел еще один вариант, тоже от бренда новичка FairySync. Он также обещает поддержку Vogue, Dash и Warp Charge, а также более популярные Quick Charge, Power Delivery и другие. Так что сегодня знакомимся с этим брендом в целом и моделью C1010 на 10 000 мАч в частности. Так приезжает этот повербанк в белой картонной коробке. Странно, что название бренда присутствует только на наклейках, что наводит на мысли о том, что разработка заимствованная. Зато на коробке есть иллюстрация, перечисленные режимы работы, сильные стороны и характеристики повербанка. Внутри коробки находится сам повербанк и короткий microUSB кабель. Инструкцию в коробку не положили. Цена повербанка на момент съемок 18 долларов и еще 2 доллара можно доплатить за курьерскую доставку с российского склада. Итак, повербанк во всей своей красе сейчас перед вами, хотя про красу я, пожалуй, загнул. С виду это совершенно непримечательный представитель своего семейства. Собран повербанк в корпусе из черного матового пластика. Также существует девайс в белом исполнении. Его размеры 138 на 70 на 17 миллиметров. Что касается массы девайса, то она составляет 219 граммов. В общем, в целом простенький на вид, но достаточно компактный и легкий карманный повербанк. Теперь изучим органы подключения, индикации и управления. Так, на верхнем торце расположились паровходные гнезд формата USB Type-C и Lightning, а также выходной USB-A порт. Еще один входной порт находится сбоку и имеет формат microUSB. Также отмечу, что ранее названный USB-C порт работает и на отдачу. То есть для зарядки можно использовать один из трех портов, а на отдачу два порта, одновременно заряжая до двух устройств соответственно. В принципе, набор портов радует, чего впрочем не скажешь про индикацию заряда. В качестве индикатора устройство использует 4 белых светодиода на передней поверхности повербанка. Как по мне, подобные органы индикации давно морально устарели, но когда речь идет о повербанках с поддержкой протокола BBK, выбирать просто не приходится. Также есть и пятый светодиод зеленого цвета. Он загорается, когда активна быстрая зарядка, его я покажу вам чуть позже. Активировать индикатор можно с помощью кнопки сбоку гаджета. Эта же кнопка при длительном удержании активирует режим зарядки слаботочных гаджетов. Он у повербанка выделенный, и о нем я также расскажу чуть позже. Далее пара слов о характеристиках. Они, как и следует, указаны и на упаковке, и на самом повербанке. Так, производитель заявляет емкость 37 Вт-часов или 10 000 мАч при 3,7 Вольта. Информацию о КПД преобразователя производитель не дает. Также нам сообщают, что в режиме быстрой зарядки повербанк может выдать напряжение до 12 Вольт. А его максимальная мощность составляет 22,5 Вт. В общем, как вы уже поняли, по большей части мы имеем дело с совершенно обычным, я бы даже сказал, невзрачным повербанком. Единственное, что должно выделить его и возвысить над конкурентами, это поддержка протоколов VOG, DASH и Warp Charge. Поэтому предлагаю без промедлений начать испытание. И начнем мы именно с протоколов быстрой зарядки. Для этой проверки я, как обычно, воспользуюсь тестером FNB48. Подключаемся для начала к гнезду USB-A. И запускаем тест. И как вы можете видеть, производитель нас не обманул. Этот повербанк реально поддерживает протоколы VOG, DASH и Warp Charge. Помимо них, он также поддерживает протоколы Pump Express, Apple 2.4 А, Battery Charging, Qualcomm Quick Charge 2.0 и 3.0, Samsung AFC, Huawei FCP и Huawei SCP. Набор уже впечатляющий. Посмотрим, что к нему добавит гнездо USB Type-C. Ожидаемо, на этом гнезде поддержка протоколов BBK уже отсутствует. Зато присутствует поддержка протокола Power Delivery, причем с мощностью до 22 Вт. Что ж, набор протоколов быстрой зарядки просто отличный. Теперь разберемся с мощностью повербанка в различных режимах. И первый режим, который меня интересует, это обычная зарядка напряжением 5 Вольт. В этом режиме мы должны получить до 3 Ампер тока. Подключаем тестер с нагрузкой. И эту самую нагрузку активируем. И думаю, вам сейчас отлично видно, что повербанк без проблем выдал заявленные 3 Ампера. А всего до просадки напряжения я смог получить 3,2 Ампера, то есть 15,5 Ватт. Следующим шагом проверим мощность повербанка в режиме быстрой зарядки по протоколу Quick Charge. В нем мы должны получить 12 Вольт, 1,5 Ампера, то есть 18 Ватт. Что ж, активируем триггер быстрой зарядки. И выбираем напряжение 12 Вольт. 9 активировали. И теперь активируем 12. И как вы можете видеть, сейчас мы без проблем снимаем 12 Вольт, 1,5 Ампера, то есть заявленные 18 Ватт. Попробуем найти предельный максимум. И как я вижу, при попытке поднять потребление выше 19,5 Ватт, повербанк начинает сбрасывать напряжение. Значит, 19,5 Ватт это его предел в данном режиме. Теперь проверим, какую мощность можно получить от гнезда USB Type-C. Для этого нам понадобится триггер Power Delivery зарядки. Подключаемся. И видим, что на триггере загорелся синий индикатор. Значит, Power Delivery поддерживается. Впрочем, об этом мы и так уже знаем. Поднимаем напряжение до 9 и теперь до 12 Вольт. Активируем нагрузку. И сейчас получаем 18 Ватт. Сейчас уже 19 Ватт. И как я вижу, на этом также всё. То есть, возможности гнезда USB Type-C в режиме Power Delivery такие же, как у гнезда USB-A в режиме Quick Charge. Теперь давайте снова вернёмся к гнезду USB-A. Но на этот раз проверим его мощность в режиме Vogue Dash Charge зарядки. Подключаемся и активируем специальный триггер. В триггере выставляем максимально доступное напряжение в 5,5 Вольт. Как видите, триггер Vogue Charge зарядки сейчас работает. Активируем нагрузку. И пробуем найти предельный максимум. Так, сейчас мы получаем уже практически 20 Ватт. И идём к искомым 22,5 Ваттам. 22 Ватта. И, наконец, 22,5 Ватта. Мощность повербанка полностью подтверждена. Посмотрим, может быть, он сможет выдать даже больше. И так и есть. Только гляньте, сейчас мы получаем практически полные 23 Ватта. И это здорово. Производитель нас не то, что не обманул, но даже приуменьшил возможности своего гаджета. Далее, давайте проверим режим зарядки малым током. Как я и сказал ранее, этот режим у повербанка выделенный. И чтобы его активировать, необходимо зажать и удержать кнопку несколько секунд. После этого индикаторы замигают поочерёдно. Повербанк активируется и будет активен независимо от мощности нагрузки. Вот сейчас я подключил один лишь тестер, и он будет работать около часа, не отключаясь. Точное время я, если честно, не засекал, но его точно хватит для зарядки небольших гаджетов. Также я проверил и режим проточной зарядки. Сейчас повербанк заряжается, причём заряжается быстрой зарядкой, что видно по зелёному индикатору. Итак, подключим к нему нагрузку. И видим, что теперь повербанк будет заряжаться только обычной зарядкой, но при этом сможет заряжать дополнительное устройство. В режиме 5 вольт и 1,2 ампера. Кажется немного, но по сути это чуть ли не рекордный показатель среди других повербанков. Так что проточная зарядка у повербанка присутствует. Ну а теперь наступает, пожалуй, самый ответственный момент обзора. Нам с вами предстоит проверить пульсации напряжения этого повербанка. Напомню, повербанк от AsomTech провалил именно эту проверку. Измерять пульсации будем с помощью портативного осциллографа во всех самых мощных режимах работы. Итак, первый режим 5 вольт, 3 ампера. В этом режиме пульсации составляют 79 милливольт, то есть менее 2%. Следующий режим 9 вольт, 2 ампера. В нем пульсации составляют 152 милливольта, а также менее 2%. Теперь режим 12 вольт, 1,5 ампера. Пульсации 184 милливольта, а также менее 2%. Ну и наконец, самый производительный режим. Быстрая зарядка Vogue Charge в режиме 22,5 ватта. И в данном режиме пульсации составляют 123 милливольта, то есть примерно 2,5%. То есть пульсации все же выходят за пределы нормы в 2%, но выходят незначительно. Напомню, повербанк AsomTech имел пульсации в 400 милливольт, то есть в 8%. И на его фоне фирисинг выглядит просто превосходно. Хотя повторюсь, превышение имеет место быть. И да, если что, в режиме SCP пульсации такие же. Разобравшись с пульсациями, давайте разберемся и с емкостью повербанка, а также с его КПД. Для этого я, как обычно, разрядил портативный источник энергии через тестер в режиме 5 вольт, 1 ампер. А весь процесс заснял на видео. Так напомню, емкость повербанка составляет 10 000 мАч при 3,7 вольта или 37 ватт-часов. Мы с вами, чтобы избежать путаницы с напряжением, будем сравнивать показатели именно в ватт-часах. Если что, счетчик ватт-часов второй на экране тестера. И в процессе проверки произошло кое-что интересное. Спустя 7 часов повербанк выдал аж 36,2 ватт-часа. И это очень много. Я бы даже сказал слишком. Дело в том, что если сопоставить заявленные 37 ватт-часов и полученные 36,2 ватт-часа, окажется, что потерялось всего 2,2%. То есть, либо КПД повербанка волшебные 97,8%, либо производитель использовал чуть более емкий аккумулятор. Лично мне более правдоподобным кажется второй вариант. В любом случае, оба варианта играют на руку покупателю. Так что емкость подтверждена, КПД в норме. Ну и наконец, переходим к последнему моменту. Времени зарядки самого повербанка. Его я, естественно, также проверил. Так заряжать повербанк можно как обычной, так и быстрой зарядкой. В случае с быстрой зарядкой от Quick Charge или Power Delivery зарядника, гаджет потребляет 9 вольт 2 ампера и полностью заряжается за 2 часа 33 минуты, что весьма оперативно. Если же заряжать повербанк от обычного зарядника, то потребляя 5 вольт и 2,1 ампера, он зарядится за 4 часа 23 минуты. И вот теперь можно подводить итоги. Естественно, намного интереснее и удобнее делать это с помощью сводной таблички. Так мы видим, что FreeSync C1010 относительно компактный, легкий и стоит не очень дорого. При этом он выдает честную мощность и поддерживает широкий спектр технологий быстрой зарядки, включая Huawei SCP, а также вожделенные многими пользователями Vogue, Dash и Warp Charge от BBK. При этом повербанк радует высоким КПД и честной, а скорее даже увеличенной емкостью батареи. Он быстро заряжается и имеет выделенный режим зарядки слаботочных гаджетов. В принципе, даже пульсации и напряжения у повербанка нормальные, кроме пары режимов. Речь как раз таки про максимальную мощность при быстрой зарядке BBK или SCP. В этих режимах пульсации немного превышают норму, но при этом они в 3,5 раза ниже, чем у повербанка AsomTech. В общем, бочка меда с ложкой слегка завышенных пульсаций. И да, теперь именно этот повербанк лидер по КПД и отдаваемой емкости. И тут внимательные постоянные зрители наверняка заметили, что из таблицы пропал прошлый лидер, 10-тысячник от Ugreen. Дело в том, что пропал он и из магазина производителя на Алиэкспресс, как и все остальные повербанки. Что происходит с Ugreen в последнее время, я вообще не понимаю. Взять и снять с продажи реальный бестселлер, это очень странно. В общем, как-то так. Думаю, сейчас у вас есть достаточно информации для того, чтобы решить, подходит ли вам этот повербанк и стоит ли он своих денег. Я же сообщаю, что у меня есть еще один повербанк с поддержкой протокола BBK, но уже на 20 тысяч миллиампер часов. Давайте наберем на этом видео хотя бы тысячу лайков, и я сразу засяду за его обзор. Также знаю, что многие хотят увидеть обзор на повербанк Realme, и тут логика та же. Будет ваша поддержка в виде лайков, комментариев и репостов, будет и обзор. Пока же я вижу, что интерес к повербанкам, к сожалению, поубавился. В общем, все в ваших руках. Сами понимаете, всегда интересней и приятней делать обзоры про то, что интересно зрителю, и мы тут не исключение. На этом на сегодня все. Смотрите канал Китай в помощь и берите от жизни лучшее. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok